сказать, Алексей, вот я сегодня, видимо, весь эфир только буду делать, чтобы благодарить тебя за крутые мысли. Не мы сказали, а очень умные люди, что за любым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. И это очень глубоко. Искренне благодарю за ассоциации с ведром. Это звучит, наверное, очень смешно, но иллюстрация, мне кажется, в самую точку. И вот знаешь, вот ты как правильно поправку делаешь, это идеальная ситуация, это идеальная семья так строится. Если перейти все-таки на ситуацию не вполне идеального, а со всякого рода, ну, а грехами неправильное слово, но не идеальная ситуация, даже если, наверное, складывается такая ситуация, что мужчина, как ты говоришь, там, вот его форма пока что со стакан, а у женщины уже 4 бидона есть, в принципе, запаса. Наверное, у школе женщина, тем более православная, выбирает себе именно этого мужчину. Наверняка она должна понимать, что его возможности сейчас со стакан, и не надо в них вливать 200 литров воды, а постепенно-постепенно доливать. И он, как ты правильно сказал, вырастет и до размеров и бочки, и 4 контейнеров, что у нашей дорогой сестры уже и запасов может начать не хватать, и она ей придется скорейшим образом все это добирать. Отличная ассоциация, я бы, наверное, взял на заметку, как-то даже отдельно мы, наверное, это опубликуем. Классно, действительно, пример очень хороший. Что делать, если правила семьи нарушаются? Как быть? Как поступать мужчине? Как поступить женщине? Если, несмотря на то, что он стакан, в него льют бидоны и возникают проблемы, как быть? Как быть? Вот я хотел добавить этот момент, что ты говоришь, что женщина должна понимать, знаешь, а это не всегда происходит. Эта женщина должна быть, знаешь, там высокодуховная какая-то женщина, которая вот именно будет понимать, что она должна поступать именно так. Практика показывает, что каждая женщина, как правило, знаешь, хочет командовать своим мужем, еще соседским, про соседского мужа особо хорошо. Я знаю, какой, наверное, постулат я старался внести, даже если полностью оббросить духовность, если женщина, вот девочки, я правда говорю вам, если вы выбираете такого мужчину, не надо потом ему предъявлять, что он какой-то не такой, дескать, не оправдал ваших ожиданий. Это вы выбрали. Под улом пистолета никто не тащил. Это касается в первую очередь, как ты вот, брат, сказал, женщин действительно очень интеллектуально развитых, с руководящим талантом и так далее. Когда таковая берет мужчину не по рангу, ну, выбирает, отдает предпочтение, у нее будут проблемы. И очень скоро, кстати говоря. Ну так вот, наезжается нарушение правил. Как выходить из ситуации? Когда говорят, что, вот, ты говоришь, женились, да, и потом что-то выясняется. Я говорю, что по своему опыту женились два абсолютно разных человека, с разных семей. Вот. И не зря же там психологи, там, какие-то сроки определяют, что вот первый срок – это три года, там, потом еще там какие-то, да. Вот. В течение первых трех лет происходит притирка, и терпение нужно. Терпение, ну, всем нужно. Не только. И как обычно, знаете, на свадьбе, молодые, те, кто уже прожил, всегда, как правило, железное рожжение. Дай бог вам терпение там, все, семью строить. Потому что те, кто так говорит, они уже пережили это. Вот. Они, знаете, как вот, если острые камни положить в одну сумочку, ну, и там, например, ты идешь где-то вот, сначала они же, конечно, будут там как-то вот тереться, тереться, и все, а потом уже становятся такими кругленькими. То есть они уже в какое-то время притерлись. Опять же, сложно рассуждать, как ты говоришь, вот если там какие-то проблемы возникли, еще что-то, если человек неверующий. Если человек неверующий, все, она встала, ушла. Никаких критериев, никаких каких-то сдерживающих факторов, коридоров, запретов, ничего нет. Вот сегодня мы видим вот этот мир, когда там сколько-то там, например, браков, и там еще больше разводов в процентном соотношении. То есть это, ну, это очень такая, не то что печальная ситуация, это краховая просто ситуация. Слушай, мы как православные... Люди ничем они не есть. Слушай, мы как православные... Что, говори? Смотри, нехорошо получилось, я тебя перебил, я думал, ты уже закончил говорить. Ну, скажу уж, мы как православные можем как-то влиять на ситуацию. Что мы могли бы сделать и должны ли делать, видя все-таки, но я думаю, что любого христианства, христианина православного, тем паче, сердце крови обливается, видя распад семей, последствия распадов семей. И мы что-то можем сделать? Или лучше нам абстрагироваться? Нам не надо абстрагироваться, и нам не надо ходить с какими-то плакатами, транспарантами, устраивать какие-то там забастовки и так далее, дороги перекрывать. Самый простой и самый эффективный способ. Давайте начнем с себя. Давайте я вот со своей семьи начну, ты со своей, еще кто-то, и мы живем в этом обществе. И мы своим примером покажем, у нас в семье не так, что у нас в семье глава муж, что у нас возникают конфликтные вопросы, семья это надо, вот, и мы их решаем, решаем, значит, садясь за стол переговоров, мы не молчим, не ходим, не дуемся, то есть, ну, это вообще касается всех верующих, неверующих и так далее. Но почему нам легко, это у нас есть критерий, Христос, вот, который нас объединяет, который, значит, дал свое слово, в котором прописаны наши отношения, как их выстроить счастливыми. То есть, как бы существует такой договор. Бог говорит, вот, если ты будешь делать вот так, вот так, я тебе даю такие заповеди, ты будешь счастлив. У Бога много щедрот, Бог милостивый и щедрый, вот, но люди сегодня в большей массе не просто неверующие, ну, маловерные. Это и меня касается тоже, тоже в каких-то вопросах иногда маловерие проявляю. Вот. И если ты выполняешь вот эту часть договора, то Бог обязательно выполнит свою. Но сегодня люди не в первую часть договора хотят получить вторую. Такого не бывает. Договор, наверное, все-таки, ну, как сказать, не то, что грубоватое слово. Мы с тобой-то понимаем, о чем идет речь. Возможно, для внешнего уха это покажется довольно грубым. Но в первую очередь, Алексей имеет в виду, что между Богом и человеком в первую очередь договор любви. И это не в смысле армейский регламент. Отношение с Богом и церковь – это не армия, это семья, любящая семья. Это скорее, вот я правильно, Алексей, я понял, как бы наставление настоящего, единственного, пожалуй, настоящего любящего отца своим многочисленным детям, чтобы им же было благо. Ты начал выходить на следующий этап взаимодействия именно духовных моментов внутри семьи. Наверное, мы сейчас будем нашу беседу все-таки полностью переключать уже на духовные рельсы, на православные, отходить от каких-то всеобщих ситуаций, а вот попробуем внутри православной семьи разобраться. Так вот, вот эта тема, все-таки, как я и говорил, внутри христианских семей возникают разногласия. И в любом случае вектор нашего движения – это Христос. И в какой мере, наверное, вот так я вопрос сформулирую, супруг или супруга должны проявлять и терпение, и понимание с евангельской любовью, когда вторая половина начинает, ну, прокручивать вплоть до каких-то уже серьезных моментов, например, до измены супружеской верности или других каких-то моментов. Есть ли в православной семье граница прощения? Есть ли граница понимания? Или все идет на самотек, пока само не успокоится? Серьезно, такой глубокий вопрос, и даже он так, наверное, из нескольких ответов, что ли, должен состоять. Да, пожалуй, и нет. Прощение, конечно, оно есть. Да, пожалуй, и нет. Оно должно быть, потому что кто сказал, там, если брат согрешит против тебя, там, ну, это образно, да, то есть, там, брат, жена, там, или еще кто-то, вот. То есть, много раз, ты должен много раз простить на дню, если он искренне подойдет с этим. Вот. Что касается, например, как бы, не то, чтобы чего нельзя простить, там, или, ну, вот, например, Христос говорит, что разводиться, если мы вот этот вопрос затрагиваем, можно только по одной причине, прилина, там, прелюбодеяние, вот. По другой причине, по какой, разводиться нельзя, потому что Христос сказал, чего Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Когда происходит таинство венчания, там читаются молитвы специальные, священник влашивает Божие благословения на венчающихся, приводит примеры из Библии, из Ветхого Завета, примеры праведников, которых Господь благословил, и так далее. Прощение должно быть. Идем очень сложно. Я еще раз, понимаешь, еще раз, как бы, подчеркну, подчеркну, когда есть критерии, тогда можно решить какой-то. И когда нету критерия вообще, то, можно сказать, я даже не совсем понимаю, как можно решать эти вопросы. Но, например, и в жития святых есть, что там жена, например, молилась за своего мужа, и в итоге вымолила, как бы, Бога, что какой-нибудь злой муж, или он пил, или, например, он был какой-то неверующий, и в итоге муж все-таки разворачивается в сторону Бога, как там уверовал и так далее. То есть, разрушить семью всегда, точнее, не семью, вообще любое дело очень просто. И семью тоже. Ты меня обидел, я тебя обидел, мы не поделили, разные у нас какие-то точки зрения, еще что-то, и все, там разбежались. А сохранить, а уж тем более созидать, наоборот, умножить, это сложно, это труд. И это все должно решаться не тогда, как ты вот говоришь, мы уже повенчались, понимаешь? Если ты заранее все делаешь правильно, если ты дом построил без фундамента, то, ну, как тебе помочь потом? Притча, да, там дом не построил, все, полились реки, подул ветер, и все это разрушилось. Если ты построил дом на камне, изначально ты потихонечку строишь его правильно, то тебе намного будет легче выдержать все вот эти вот испытания и жизненные бури, которые в любом случае будут, потому что это жизнь, и дьявол не дремлет, он также пытается там как-то что-то нарушить, этот порядок. Внутри семейных отношений... Попрошу меня, если или еще как-то уточни. Внутри семейных отношений... Все-таки поведение мужа в семье, поведение мужа в семье, как главы семьи, как руководители семьи, вот есть две крайности. Есть одна крайность, это деспотичный и строгий муж, то есть за любые какие-то провинности или не вполне даже, может быть, провинности, спрашивает, ну вот три шкуры просто дерет, мотивируя это тем, что он воспитывает, дисциплинирует, чтобы этого больше не было. Есть другая крайность, такая своеобразная тряпка, то есть вот как об нее ноги не вытри, ей все хорошо и все с рук сходит. Все-таки мужчина в семье должен лавировать как-то вот между этими двумя крайностями, периодически переходя туда и периодически сюда. Или есть какой-то третий путь поведения твоего. Ну, вот именно, что это крайности, вот заметьте, в жизни все крайности какие-то всегда, то есть они очень, ну, как бы плохи. То есть какая-то золотая середина всегда должна быть. Почему? Потому что, ну давайте, если мы говорим вопрос воспитания, в Библии говорится, значит, что отцы не будьте детям суровы, это раз. Потом в другом месте говорится, что, значит, не жалей розги, для того, утешаться в старости своими детьми. Есть, значит, эти выражения, потом есть примеры. Когда, например, был такой первосвященник Ильи, у него были дети-ченники, вот, и написано, что он их не воспитывал. Они делали всякие непотребства, значит, в храме, там, когда люди жертвы приносили, там, и так далее, можно почитать. Вот. И заместо того, чтобы их наказывать, как там говорится, там, сокрушать ребра, там, ну, я так понимаю, что это не в прямом смысле. Вот. Значит, он им просто говорил, ой, дети там, не делайте так, нельзя, это нехорошо. То есть, видите, здесь тоже должна быть мудрость. Мудрость, которую, ну, во-первых, сам, и как муж, как глава семьи, должен просить у Бога, ну, и, соответственно, отец твой, да, должен тебя как-то учить чему-то, ну, там, до какого-то возраста ты доходишь, а потом ты начинаешь даже сам у отца спрашивать, или у, там, духовных людей, то есть, ну, там, у наставников, у духовного отца, например, как мне поступить в этой или иной ситуации. Есть, бывают в жизни ситуации, вот, про детей, да, прям вот по притче блудный сын. Смотрите, если детей не приучать, значит, к Богу, к вере с детства, прям с самого детства, то, когда ребенок вырастет, он достигнет совершеннолетия, дальше он будет делать выбор сам, в любом случае, учил ты его или нет. И если, например, ты его не учил вере, то будет вообще нечего. Ты его не учил, но его все это время учил мир, которым, как нам кажется, что нет, он не учил, нет, мир учит разными способами, мир учит жестко, настойчиво. И у нас, у христиан, нету такого понимания, чтобы детей ограждать там до 40, до 50 лет, нет, нету. Но мы хотим в детях, здесь положить стержень, стержень веры. Возможно, возможно, еще раз говорю, по притче блудный сын, когда этот молодой человек, например, выросший, и он, возможно, сделает выбор и там, как говорится, не в ту сторону. Все может быть, мы от этого не застрахованы. Но, когда он, может быть, достигнет определенного дна, как повествовала притча, он вспомнит, он будет знать, куда обратиться, что можно помолиться Богу, он вспомнит, что мы молились, что вот как это должно быть. И, возможно, Господь даст прощение, и он вернет, потом станет еще более ревностным христианином. Ведь, ну, пути, как говорят, пути Господни неисповедимы. У Бога для каждого человека свой план спасения. Поэтому воспитывать нужно и строгость нужна обязательно, и это поощрение. Вот. Ну, то есть, вот все это должно вместе, вместе идти. Перегибов не должно быть никак. И должна быть, конечно, любовь. Любовь как бы к своим детям уж, мне кажется, это вообще прям в псалмах мы читаем там, как милует отец снов своих. Вот, так говорит, милует Бог, там, боящийся его. То есть, как это подчеркнуто. Значит, ну, я по себе знаю, я отец, даже если сын там появился, ну, да, у меня дети, сыновья там провинился, вот, и все равно как-то, ну, относишься к нему как к сыну. И вот, конечно, одно из тоже таких моментов, что если даже ты наказываешь его, то чтобы это наказание было не выдано. Вот, то есть надо встать, помолиться, потом еще раз поговорить с ребенком, чтобы он сам тебе сказал, или ты ему сказал, то есть, за что ты его, например, наказываешь, да, если мы сейчас говорим о там физическом наказании, вот, или там, ну, о лишении чего-то, вот, чтобы ребенок это знал, что происходит, за что вот он терпит такое лишение, там, наказание. Вот мы и подошли, брат, плавно к теме, когда в семье появляются новые жители, то есть дети. Вот, то, о чем ты сейчас начал говорить, мы к этому вернемся, вот, чуть позже. Я бы хотел, вот, отмотать немножко события, когда в семье детей еще нет, но, и вот это но, кто решает, что в семье должны появиться дети? Знаете, я приведу 126-й псалом, третий стих, там написано, вот наслед Господа, двоеточие, дети, точка запятой, награда от него, тире, плод чрева. То есть, это надо понимать, что дети, это, ну, это наследие, это награда, вот, но, но, дальше ты должен детей привести к Богу, то есть, чтобы не погибнуть своих же детей. Вот, как я уже приводил пример, что перед священником Ильи, он погиб, из-за того, что не воспитывал своих детей. Вот, случилось так, что он там, как ему пророк предсказал, все, и он там упал, и умер. То есть, дети вообще, это плод совместной жизни. Вот, и, как бы, там, кто должен задавать тон, я думаю, что это все абсолютно обоюдно. Ну, вот, это плод любви двух людей, мужчины и женщины, то есть, создал Бог. Поэтому, ну, это все, как мне кажется, все должно быть обоюдно, то есть, вместе. Вот, послушаюсь тебя, брат, и закрадывается мысль, которая, я искренне надеюсь, людям, которые, возможно, пока что, ну, или не православные, или только на первоначальных шагах находятся этой жизни с Богом. Вот, послушать 50 минут почти нашего эфира. Вот берешь Священное Писание, доверяешь Богу, и жить так легко, так все просто, вопросов почти не возникает. Любой конфликт легко разрешим. Глобальные проблемы, которые, казалось бы, будут у нас дети, когда решать этот вопрос, эти вопросы даже не возникают в семье, где все с Богом и по-божески. Такой, знаешь, абсолютно light вариант семьи, большого счастья, любви и доверия. Да живите просто с Богом и по-божески, и проблем, в принципе, возникать не будет. Так вот, сейчас задам вопрос чисто такой, наверное, я просто мужчина, и задаем тебе вопрос как мужчина. Когда вы ждали первого ребенка, у тебя было вот такое, все-таки, наверное, может, первый мальчик, может, он, или для тебя не было принципиально девочки ли родиться, мальчик ли родиться, для вас с женой, это в первую очередь награда от Бога, плод вашей любви, и пол ее, этой награды, он как бы уже вторичен. Вот что скажешь по этому поводу? Если можно, я тоже вернусь немножко назад, да, то, что ты говоришь, что жить по-библейски, как бы, что все так, все будет красочно и все красиво, но мы люди, мы люди, и, ну, как бы, не то, чтобы обольщаться не надо, мы стремимся, вот, для сегодня, для некоторых людей, говорят, ну, вы же христиане, то есть, знаешь, как будто мы ангелы уже, мы не ангелы, мы люди, мы такие же люди, и мы, мы стараемся, мы стремимся, стараемся, знаем, куда идти, по крайней мере, нам, ко Христу, у нас так же не получается, мы, бывает, так же падаем, но мы идем, вот, так что, будешь соблюдать, и Господь тебе будет давать в какой-то мере, вот, и с Господом, в принципе, и жить легче, вот, а не то, чтобы прям все будет, знаешь, ну, если ты будешь, конечно, достоин, Бог тебе, конечно, ну, даст все, как бы, все, то есть, мы, собственно, как бы, надежде живем, теперь, твой вопрос, знаешь, если честно, я первого, первого ребенка хотел девочку, не знаю почему, ну, вот, хотел и все, и думаю, родиться там назовем Варя, Варвара, Варвара, а в итоге родился в Орлаам, Варвара, да, а родился в Орлаам, вот, и все, слава, такое имя, то есть, вот, по святцам, по календарю, и, как бы, это, вот, что Бог дает, и то, что, понятно, никакого не робота, ничего, потому что, это здорово, дети там, пацаны, девчонку, ну, конечно, хочется, но, видите, еще раз говорю, если ты Богу доверяешь, если Бог посчитает нужным, в нашей семье, там, для меня, или как-то дать девочку, то Бог даст, я вообще не переживаю, я все полагаю на волю Божию, ну, при всем этом, как бы, ну, сам стараюсь что-то делать, то есть, не просто руки сижу сложа, да, там, Господи, да будет воля твоя, нет, то есть, ты что-то делаешь, но ты полностью полагаешься на волю Божию, и ты уверен, что Бог тебе даст то самое лучшее, почему, потому что мы дети Божьи, вот, а, если ты отец, неужто ты когда-нибудь своему, своим детям пожелаешь что-то плохое, или дашь ему, ты никогда этого не сделаешь, и поэтому Бог тем более никогда не сделает, поэтому, здесь, как бы, нету, ну, каких-то переживаний, есть пацаны, слава Богу, у кого-то девчонки тоже слава Богу, значит, Господь знает, как и чего давать. И, отлично, спасибо за ответ, за искренность, благодарю тебя, брат, и, кстати, вот ты сказал, когда дети что-то просят, тем более ушли любящий Отец Небесный, это и ведь Евангелие сказано, когда сын просит хлеба, кто подал бы камень, это, это действительно глубокие очень вещи, вопрос любви и доверия. Получается, ты отец скольких детей, мальчиков? Мальчиков. Четверых. Бог дал нам четверых мальчиков. Слава Богу. Кстати говоря, вот раз уж я об общине с Паской заговорил, у них там все молодые, здоровые семьи, у них есть такая присказка, когда спрашивают, сколько детей, они отвечают, пока пять, пока шестого ждем, то есть добавляют слово пока к вопросу деторождения. Для них это, конечно же, очень важно, необходимо. Это действительно, я считаю, очень важно. Многодетность православной семьи это, пожалуй, один из символов православия. Многодетная, счастливая семья, живущая с Богом, с детьми, с женой, в атмосфере любви. Это действительно на знамя можно выносить. Ну так вот, получается, ты отец будущих мужчин. Мы уже поняли, и, надеюсь, зрители наши убедились, что ты вкладываешь в них вот то самое мужское воспитание, чтобы все те вопросы, которые мы обсуждали в первой половине эфира, они у них как бы даже и не возникали. У них уже есть навыки, у них уже есть знания, отец о них позаботился, и они идут с уверенностью с Богом по этому миру. Но вернемся к условиям самого воспитания какового. Как воспитывать мальчика? В любом случае он проходит период от младенчества, потом он там до девяти лет, с пяти до девяти уже постарше становится, потом ему в один прекрасный момент наступает 14, и он вроде как уже не ребенок, вроде как уже старше, вот этот вот путь воспитания, пожалуй, от совсем еще младенца до... Сколько самому старшему возраст, напомни, пожалуйста? Девять лет. Девять. Девять лет. Вот тогда ты сможешь рассказать о пути от младенца до девятилетнего юного рыцаря, так сказать. Да, я как раз хотел это подметить, что я не могу сказать, ну, потому что это будет нечестно как минимум, там, об воспитании, там, взрослых детей. Нет, конечно, вот. Я просто делюсь опытом, то, что есть у меня. Ну, конечно, это будущие мужики, еще раз говорю. В них нужно воспитывать ответственность в первую очередь. Ответственность, храбрость, мужество. Мужество, то есть пойти, пойти создать семью, сделать себе, как говорится, шалаш, пойти там ловить мамонта, да, там, принести еду домой. Вот. Я все это говорю образно, то есть понятно, что никакого страха не должно быть, потому что сегодня в нашем мире абсолютно все перевернуто, все. Там вроде смотришь, вроде парень, будущий мужик, а он абсолютно не похож на мужика. Трусость, такое безволие, безответственность. Ну, то есть как дальше-то жить, как семью строить. И вот отсюда, когда я неправильно в детях что-то закладываю, дальше потом начинается такой ком, уже разрухи такой, когда, например, этого сыночка выдали с женой, точнее, вот, и он ни к чему не приспособлен, потом проблемы в семье, там, не смогли как-то справиться, он не смог взять на себя ответственность, ну, и так далее. Вот, воспитываю я достаточно строго пацанов. Вот, и это как бы из опыта, из моего опыта, из опыта других семей, вот, то есть не суровость воспитывать в них, а просто строго воспитываю, вот, чтобы, чтобы это были мужики, вот, прям в полном смысле этого слова. И то, возможно, как бы, даже я воспитываю, естественно, я где-то там, ну, в чем-то ошибаюсь, какие-то и у меня бывают промахи, так скажем, где-то и славость какую-то проявляешь, вот, даже вот и такое бывает. Но, я говорю, если их вообще не воспитывать, то, ну, это вот трагедия сегодняшних семей, просто трагедия сегодняшнего времени. Ее исправить нельзя так, когда уже продукт готовый, вот, ты, ну, что-то можешь подправить. А пока продукт еще только-только в стадии формирования, это самое то время, когда в ребенка нужно закладывать. Нам, мы живем в сельской местности, мы живем на земле, в какой-то степени мне проще, то есть, я приучаю своих детей, у них вопросов не возникает. Вот они видят, что я работаю, они со мной работают, земля, животные, помогают уже управлять. То есть, вот, ответственность, там, обязательно нужно покормить кого-то, каких-то кост, например, воды, воды по летний период, жара, чтобы всегда была вода, ведре животное пить хочет, ну, и так далее. Все эти навыки потом очень в жизни пригодятся, только в семье, но и в работе. Когда человек умеет что-то делать своими руками, а я сегодня слушаю людей, ну, так я их называю, как бы, ну, по-мирски, что ли, большие люди, которые там добились чего-то в этой жизни, у них бизнес там и так далее. И вот они тоже говорят, что мне это помогло, то, что я умел что-то делать своими руками, я не чурался там какой-то работы. Когда там просили или заставляли, никто не умел, а я умел. Там забить гвозди молотком, саморезом, шуруповертом закрутить, саморезом, доску прикрутить. Это очень важно. Сегодня вот эта городская среда, она, ну, как бы, мало возможности воспитывать вот это в детях. Ну, люди живут в квартирах, дача, может быть, не у всех есть. И, поскольку родители, как бы, вот все построено так, что они заняты, их где-то нету, то дети сами по себе. Вот у нас сегодняшнее воспитание. Получается, если вот немножко суммирую, какие-то этапы, пример отца для мальчика это лучший воспитатель на свете. И взаимоотношения тогда, какие должны быть между сыном и отцом, чтобы сын отца воспринимал как безусловный авторитет. чтобы мнение отца, поведение отца для сына воспринималось безоговорочным рецептом к копированию, усвоению, потому что отец делает правильно. Знаете, мне кажется, это должна быть стопроцентная искренность, то есть лжи здесь и фальши не должно быть. потому что дети вот именно они смотрят на то, как ты делаешь. Если ты делаешь это искренне, а дети тоже это очень хорошо считывают. Они такие своеобразные психологи. Особенно, когда вот еще бывает маленький ребенок вообще, он там психует, там как-то что-то и смотрит, ага, как там мать относится, например, даст ему конфетку или не даст, или ага, отец пришел, чик, раз все, ребенок замолчал. То есть дети, они, я говорю, еще те психологи. И поэтому здесь должна быть искренность. Вот. И если будешь ты как-то, ну, как-то фальшиво все это делать, как-то показать или как-то из себя там что-то показывать, что вот, ну, это не пройдет. Соответственно, и ребенок, ну, будет так же. Не надо ничего придумывать. Вот. Ну, я не понимаю для себя. Я вот просто живу. Вот я такой, какой я есть. Как вот меня воспитывали. И то, что я какую-то хорошую информацию получаю сейчас, например, пытаясь себя еще сейчас воспитывать в лучшую сторону. Вот. И все. Я просто живу. И дети, дети смотрят на меня. И доверительные отношения. Я люблю детей. То есть должны быть тоже у отца. Ну, если мы говорим, да, про пацанов. Соответственно, должны быть близкие такие, ну, как отец, сын. То есть как вот Бог с нами, да, со своим творением. Вот. Так же и мы должны относиться. я тебя понял. Благодарю. Бывают ли такие ситуации, когда сын может сказать отцу, что отец неправ? Я так понимаю, это, скорее всего, все-таки осознанные ответы, это когда уже постарше. Понятно, что маленький ребенок, там, четырех лет, он немножко не вполне адекватно оценит ситуацию. Может сказать, папа, да ты там неправ, и все, что с этим может быть связано. А я все-таки говорю уже, когда немножко постарше. Сын говорит отцу, папа, ты вот здесь по отношению ко мне, например, поступил неправильно. Я считаю, что ты ошибся. Как надо отреагировать отцу вот на такую, на такой вопрос, на такой посыл? Можно я приведу сначала пример? Я видел такие картинки. подписаны так, что, например, ребенок маленький, и, ну, как бы, ребенок говорит, ууу, сколько папа много знает. Раз ребенку, например, ну, сейчас примерно говорю, там, может быть, лет там, четырнадцать или сколько, папа не все знает. Ну, например, в школе его начинают учить, ну, вот учителя там что-то рассказывают. Потом, бах, там, самый такой вот возраст, когда вот молодежь взрослеет, там, все это, и, ой, да, отец вообще там, как это, молодежное слово, не рубит там ничего. Вот. Потом, ребенку этому уже двадцать лет. Он такой, ну, не знаю, может быть, отец прав был. Потом, бах, ребенку уже там за тридцать или сорок. Он такой говорит, хм, а отец-то прав был. Да, правильно отец. и потом, бах, уже, когда уже отца нету, уже все, и уже этот человек, уже будущий мужчина, уже взрослый, и думает, а как бы сделал отец? Что бы сказал отец? То есть, это вот такая глубокая такая иллюстрация, то есть, которая вот человек-то тоже, ведь мы же тоже когда-то были детьми, там, у нас, когда мы взрослели, были какие-то противления тоже. А ребенок, может быть, и может сказать такое отцу, ну, естественно, когда он будет взрослый, он уже получил какую-то информацию, то есть, смотря тоже, о чем речь. Вот, и если ты воспитывал уважение, то ничего такого, если ребенок тебе задаст этот вопрос, пап, а ты не прав, почему ты говорил вот так вот, например, а здесь так? Вот, и здесь просто отцу надо, ну, объяснить, почему. Например, опять же, ребенок его может подловить, как я говорю, на какой-то фальше. Пап, вот ты говорил, вот это не делать, а ты вот сам, я видел, это делаешь. Понимаешь? И вот тогда, что ты тогда, как отец, будешь отвечать? Вот, вот тогда возникнет как неприятная ситуация, из которой, ну, непонятно, как выходить, да, там отцу. Чтобы такие ситуации не создавать, ты должен быть честен, честен, да, ты должен быть честен, и, в принципе, если человек задает вопрос, молодой человек, то мы нормально можем, как бы, ответить на него, там, нет, сынок, например, это не так, потому что, вот, я уже прожил, там, столько лет, и вот, у меня опыта больше, что, вот это получится, вот так, например, это уже пробовали, и все. Получается, практика показывает, что если ты хочешь состояться, как отец, причем здесь, наверное, не принципиально важно, девочка у тебя или мальчик, но для мальчика дважды усилить надо этот постулат. Во-первых, ты сам должен быть и образован, и умел, и опытен, и в том числе в жизни, и получается, отсюда вытекает другой момент, это ведь и ты должен учить своего сына отношением с девушками-с будущей женой, на примере взаимодействия с его мамой. То есть, наверное, самая большая трагедия, которая может произойти для психики ребенка, когда он своими глазами видит конфликт между папой и мамой. И если этот конфликт выражается в крайних формах избиений, причем не суть важна, кто кого бьет, а вообще вот такой ужас, дерутся мама с папой, наверное, это, ну, хуже, я не знаю, что может быть для ребенка. Как строится ваш день? Ты неоднократно подчеркивал, что, и я даже говорю, что вы суровые сибирские мужики, и у тебя растет четыре помощника, за исключением твоей супруги, твоей помощницы на протяжении всей твоей жизни. Как ты строишь день своей семьи? С чего он у вас начинается? Что-то ты, слово распоряжение неправильное, оно доносит лишь суть. Жене какие-то, сыновьям, завтракаете ли вы вместе, или на ужин вместе собираетесь? Вот мог бы ты рассказать один такой день, самый обычный день из семьи Устиновых? Да, если можно, я опять это немножко назад вернусь. Ты говоришь, надо воспитывать, да, там, можно все. Ага. Воспитывать, значит, для пацанов, значит, в отношении с женой. Опять же, если ты будешь как-то учить, тут даже воспитывать ничего не надо. Мы просто живем каждый день, все. И ребенок смотрит, что, он потом скажет, что в нашей семье были вот такие отношения. Вот так вот мама относилась к папе, папа вот так относился к маме. Там, например, скажет, я никогда их не видел ругающимися, например. Да, вообще идеально. Ну вот, когда, например, ну при детях. И не дай бог там, тем более, когда там какая-то половина папа-мама обзывала или мама-папу. То есть, это просто, это просто ежедневная твоя жизнь. Все. Ты просто вот так вот живешь, а дети уже, они просто у них автоматически вот так вот складываются. Он уже видит, и он также будет относиться к своей жене. Там, с уважением, как-то любя, понимаешь, какими-то ласковыми словами там называть и так далее. и, конечно, будет такой потом, вот как раз, о чем мы говорили, такой некий диссонанс, да, например, когда, например, жена будет относиться по-другому. Почему? Потому что жену воспитывали в другой семье и в другой атмосфере. Вот тогда, конечно, ну, возникнут неприятности. Поэтому я еще раз говорю, вот сейчас мы должны начать с нуля там себя и программировать дальше, чтобы уже дальше что-то было хорошее. Это того, что, значит, ты говорил.